За воскресной праздничной литургией представителя Русской Православной Церкви совершил иерейскую хиротонию диакона Дмитрия Луктихина, клирика храма святителя Мартина Исповедника, Вознесение Господня в Алексеевской Новой Слободе в Москве. Богослужением недели о мытаре и фарисее церковь вступает в подготовительные седмицы к Великому посту. Именованию этого воскресного дня послужило евангельское чтение, по которым излагается известная притча о мытаре и фарисее, пришедших в храм. Мытаре олицетворяет собой кающегося грешника, а фарисей человека только внешне сохраняющего благочестие, на самом же деле не видящего своих грехов. Церковь напоминает верующим о том, что смирение и слезная молитва – это и есть истинный путь к покаянию, а гордыня и тщеславия напротив – главный источник грехов. Представитель своей проповеди пояснил суть этой притчи. И замечательные слова в конце. Каждый, кто стремится возвысить себя, будет унижен, а кто себя унижает, будет возвышен. Вот с точки зрения логики нашей повседневной жизни, это повествование не имеет никакого смысла. Если перевести все это в категории современной жизненной философии, то человек, незнакомый с евангельским текстом, если ему об этом говорить, покрутит пальцем у виска, он не поймет, о чем идет речь. Но мы знаем, что в Слове Божьем великая спасающая сила. Вне зависимости от того, понимает его человек или не понимает, принимает или отвергает, оно несет в себе силу. С этого воскресного дня, еще раз напомним, начинаются подготовительные недели к Великому посту. Хотя до его начала, еще почти месяц, в храмах уже звучат молитвословия поста. Эти четыре недели – время духовной настройки человека. Как музыканты перед концертом настраивают свои инструменты, чтобы выступить единым коллективом, так и человек, пройдя подготовку, должен вступить в Великий пост всем своим существом. Физически, интеллектуально и духовно. Подчеркнул в своей воскресной проповеди патриарх Кирилл.